На трассе Амурская 30 июля состоялись гонки. Опытные юные автокроссмены открыли соревнования в борьбе за кубок спорт круиз. Это уже второй турнир на призы известного спортивно-технического клуба. Первый этап состоялся в мае, но и в этот раз не обошлось без фишек. В этом году кубок спорт круиз уже включает даже класс D2N и D2 юниоры, ну это легковые автомобили. Подрастает молодежь, у нас с нашего клуба картингисты выросли, пересели на восьмерки. Ну и больше машин стало, то есть надо больше мероприятий делать. УАЗы первыми и вышли на трассу. Им предстояли шесть кругов и два заезда. Опытный гонщик Василий Залознов возглавил старт. Лидерские позиции он удерживал на протяжении всей дистанции. И отбившись от Григория Калмогорова, уверенно выиграл первую гонку. Во втором финале ситуация не изменилась. Чемпионом кубка стал Залознов. А Калмогоров, Путинцев и Вишняков, несмотря на попытки, разделили второе, третье и четвертое места соответственно. Порадовало и напрягло то, что соперники стали сильнее. Сильнее стали машины, больше амбиций. И очень непросто было отбиваться в начале и первого, и второго заезда. Но пока удача на моей стороне. Вторыми на трассу вышли юниоры на отечественных авто. А Нищенко и Курбатов набрали скорость, что за ними не поспевал даже Виктор Фабрициус. По итогам пяти кругов победил номер 31. Но ему предстояло подтвердить чемпионство во втором финале. Но досадная ситуация – сход. Поэтому победил тот, кто вернулся на трассу после технического контакта. В итоге чемпионом стал 13-летний Александр Курбатов. Перед гонкой было чуть-чуть волнительно. Но на этой трассе я тренируюсь, поэтому она мне очень знакома. Автоспортом я занимаюсь меньше даже полугода. Вот это были мои первые соревнования, первые гонки. Самый мощный и зрелищный в автокроссе класс по традиции – самый массовый – Д2Н. Согласно квалификации, спортсменов разделили на заезды. И тут расслабляться нельзя было ни на минуту. Все соперники – опытные и мастеровитые спортсмены. Они зарабатывали очки на протяжении всей гонки. И главными претендентами на кубок были четыре Александра – Пескунов, Харченко, Кузнецов и Деберштейн. По итогам семи заездов Пескунову не просто далась победа. Вторым в рейтинге сильнейших пилотов стал Александр Харченко. А замкнул призовую тройку Александр Кузнецов. Здесь как бы решается по сумме заездов. Поэтому, проиграв даже один заезд, не все еще потеряно. Как раз сегодня такая история была. То есть первый заезд я приехал вторым, остальные как бы выиграл. Один заезд потерян, и все равно можно выиграть соревнования. Третий кубок «Спорт-Круиз» по мнению организаторов соберет еще больше спортсменов. В Омске ожидают приезда автокроссменов из других регионов. В Омске ожидают приезда автокроссменов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok